Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Песнь шестая. Ты мне велишь, о друг мой нежный, Налили легкой и небрежной, Старинные были напевать, И музей верной посвящает Часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, Поссорясь с ветреной молвой, Твой друг, блаженство упоенный, Забыл и труд уединенный, И звуки лиры дорогой. От гармонической забавы Я негой упоен, отвык, Дышу тобой, и гордой славы Не внятен мне призывный крик. Меня покинул тайный гений, И вымыслов, и сладких дум, Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты любила Рассказы прежние мои, Предание славы и любви, Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, черномор, И финна верные печали Твое мечтание занимали. Ты, слушая мой легкий вздор, С улыбкой иногда дремала, Но иногда свой нежный взор Нежнее на певца бросала. Решусь, влюбленный говорун, Касаюсь вновь ленивых струн, Сажусь у ног твоих И снова бринчу про витязя молодого. Ну что сказал я, где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле, Уж кровь его не льется боли, Над ним летает жадный вран, Безгласен рог, Недвижны латы, Не шевелится шлем косматы. Вокруг Руслана ходит конь, Поникнув гордой головою, В его глазах исчез огонь, Не машет гривой золотою, Не тешится, не скачет он, И ждет, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок, хладный, сон, И долго щит его не грянет. А черномор, он за седлом, В котомке, ведьмую забытый, Еще не знает ни о чем. Усталый, сонный и сердитый, Княжну, героя моего, Бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, Волшебник выглянул, О, диво! Он видит, богатырь убит, В крови потопленной лежит, Людмилы нет, Все пусто в поле, Злодей от радости дрожит И мнит, Свершилось, я на воле, Но старый Карло был неправ. Меж тем наиной осененной, С Людмилой, тихо усыпленной, Стремится к Киеву фарлав. Летит надежды, Страха полный, Пред ним уже днепровские волны В знакомых пажетях шумят, Вжвидит златоверхий град. Уже фарлав по граду мчится, И шум на стогнах восстает, В волнении радостным народ Валит за всадником, теснится, Бегут обрадовать отца, И вот изменник у крыльца. Волоча в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время В высоком тереме своем Сидел, томясь привычной думой. Бояре-витязи кругом сидели С важностью угрюмой, Вдруг внемлет он, Перед крыльцом, волнение, Крики, шум чудесный. Дверь отворилась перед ним, Явился Мфоин, неизвестный. Все встали шепотом глухим, И вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь, фарлав, уже ли? В лице печальном изменясь, Встает со стула старый князь, Спешит тяжелыми шагами К несчастной дочери своей. Подходит отчими руками, Он хочет прикоснуться к ней, Но дева милая не внемлет, И очарованная дремлет В руках убийцы. Все глядят на князя В смутном ожидании. И старец беспокойный взгляд Вперил на витязя в молчанье. Но хитро перст кустам прижав, Людмила спит, Сказал фарлав, Я так нашел ее недавно, В пустынных муромских лесах У злого лешего в руках. Там совершилось дело славно, Три дня мы бились, Луна над боем трижды подымалась, Он пал, А юная княжда Мне в руки сонную досталась. И кто прервет сей дивный сон? Когда настанет пробуждение? Не знаю, Скрыт судьбы закон, А нам надежда и терпение Одни остались в утешении. И вскоре с вестью роковой Молва по граду полетела. Народа пеструю толпой Городская площадь закипела, Печальный терем всем открыт, Толпа волнуется, Валит туда, Где на одре высоком, На одеяле парчевом, Княжна лежит Во сне глубоком. Князья и витязи кругом Стоят унылы, Глазы трубны, Рога, тимпаны, Гусли, бубны Гремят над нею. Старый князь, Тоской тяжелой изнурясь, К ногам Людмилы сединами Приник с безмолвными слезами. И бледный близ него Фарлав В немом раскаянье, В досаде Трепещет, Дерзость потеряв. Настала ночь, Никто в ограде О чебе сонных не смыкал, Шумя теснились все друг другу, О чуде всякий толковал, Молодой супруг свою супругу Светлицы скромной забывал. Но только свет луны двурогой Исчез пред утренней зарей, Весь Киев новую тревогой Смутился. Клики, шум и вой Возникли всюду, Киевляне толпятся на стене городской И видят. В утреннем тумане Шатры белеют за рекой, Щиты как зарево блистают, В полях наездники мелькают, Вдали подъемля черный прах, Идут походные телеги, Костры пылают на холмах. Беда, восстали печенеги. Но в это время вещий фин, Духов могучий властелин, В своей пустыне безмятежной Спокойным сердцем ожидал, Чтоб день судьбины неизбежный, Давно предвиденный восстал. В немой глуши степей горючих, За дальней цепью диких гор, Жилища ветра, в бурь гремучих, Куда и ведьмы смелый взор Проникнуть в поздний час боится, Долина чудная таится, И в той долине два ключа, Один течет волной живою. По камням весело журча, Тот льется мертвую водою, Кругом все тихо, Ветры спят, Прохлада вешняя не веет, Столетние сосны не шумят, Не вьются птицы, Лань не смеет Жарлетний пить из тайных вод. Чета духов с начала мира, Безмолвная на лоне мира, Дремучий берег стережет. С двумя кувшинами пустыми Предстал отшельник перед ними, Прервали духи давний сон И удалились страха полны. Склонившись, Погружает он сосуды в девственные волны, Наполнил, В воздухе пропал И очутился в два мгновения В долине, где Руслан лежал, В крови безгласной, без движения. И стал над рыцарем старик, И вспрыснул мертвую водою, И раны засияли вмиг, И труп чудесную красою Процвел. Тогда водой живою Героя старец окропил, И бодрый, полный новых сил, Трепеща жизнью молодою, Встает Руслан, На ясный день очами жадными взирает, Как безобразный сон, Как тень, Пред ним минувшая мелькает. Но где Людмила? Он один, В нем сердце вспыхнув замирает, Вдруг Витязь вспрянул вещи фин, Его зовет и обнимает, Судьба свершилась, О, мой сын! Тебя блаженство ожидает, Тебя зовет кровавый пир, Твой грозный меч бедою грянет, На Киев снидет кроткий мир, И там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, Коснись им чела Людмилы, И тайных чар исчезнут силы, Врагов смутит твое лицо, Настанет мир, Погибнет злоба, Достойны счастья будьте оба, Прости надолго, Питись мой, Дай руку, Там, за дверью гроба, Не прежде свидимся с тобой, Сказал, исчезнул. Упоенный, Восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденный, Подъемлет руки вслед за ним, Но ничего не слышно боли. Руслан один в пустынном поле, Запрыгав, С Карлой, За седлом, Русланов конь нетерпеливый, Бежит и ржет, Махая гривой. Уж князь готов, Уж он верхом, Уж он летит живой и здравый, Через поля, Через дубравы. Но между тем, Какой позор Являет Киев осажденный. Там, Устремив на Нивы взор, Народ уныньем пораженный, Стоит на башнях и стенах, И в страхе ждет Небесной казни. Стенанье робкие в домах, На стогнах тишина боязни, Один близ дочери своей, Владимир в горестной молитве, И храбрый сон богатырей, С дружиной верную князей, Готовится к кровавой битве. И день настал, Толпы врагов Зарею двинулись с холмов, Неукротимые дружины Волну изхлынули с равнины И потекли к стене городской. Во ограде трубы загремели, Бойцы сомкнулись, Полетели навстречу рате удалой, Сошлись и заварился бой. Почуя смерть, Заграли кони, Пошли стучать мечи о броне, Со свистом туча стрел взвелась, Равнина кровью залилась. Стремглав наездники бомчались, Дружины конные смешались, Сомкнутой дружною стеной Там рубится со строем строй, Со всадником там пеший бьется, Там конь испуганный несется, Там клики битвы, Там побег, Там русский пал, Там печенек, Тот опрокинут булавою, Тот легкой поражен стрелою, Другой придавленный щитом, Растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи, Ни враг ни наш не одолел. За грудами кровавых тел Бойцы сомкнули томные очи, И крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы Был слышен падших скорбный стон И русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, Волна сребрилась в потоке, Сомнительный рождался день На отуманенном востоке, Яснели холмы и леса, И просыпались небеса. Еще в бездейственном покое Дремало поле боевое, Вдруг сон прервался, Вражий стан с тревогой шумную Воспрянул, Внезапный крик сражений грянул, Смутилось сердце киевлян, Бегут нестройными толпами И видят в поле меж врагами, Блистая в латах, как в огне, Чудесный воин на коне Грозой несется, колет, рубит, В ревущий рог летая трубит. То был Руслан. Как божий гром наш Витязь пал на Басурмана, Он рыщет с Карлой за седлом Среди испуганного стана, Где не просвищет грозный меч, Где конь сердит и не промчится, Везде главы слетают с плеч, И с воплем строй на строй Валится. В одно мгновение бранный лук Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раздавленных, безглавых, Громады копий, стрел, кольчуг. На трубный звук, На голос боя, Дружины конные славян Помчались по следам героя, Сразились. Гибни, Басурман! Объемлет ужас печенегов, Питомцы бурные набегов Зовут рассеянных коней, Противиться не смеют боли. И с диким воплем В пыльном поле Бегут от киевских мечей, Обречены на жертву аду. Их сон русский меч казнит, Ликует Киев, Но по граду Могучий богатырь летит. В деснице держит меч победный, Копье сияет, как звезда. Струится кровь с кольчуги медной, На шлеме вьется борода. Летит надеждой окреленной, По стогнам шумным В княжный дом. Народ восторгом упоенный Толпится с кликами кругом. И князя радость оживила. В безмолвный терем Входит он, Где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, У ног ее стоял унылый. Он был один. Его друзей Война влекла в поля кровавы. Но с ним фарлав, Чуждая славы, Вдали от вражеских мечей, В душе презрев тревоги стана, Стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, Взор погас, В устах открытых замер глаз, И пал бесчувствон на колено. Достойной казни Ждет измена. Но, помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей, Ее спокойного лица Касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, Открыла светлые очи, Казалось, будто бы она Дивилась столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон Ее томил мечтой неясной, И вдруг узнала, Это он, И князь в объятиях прекрасной. Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, Не внимает, И старец в радости немой, Рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый, Неправый старца гнев погас, Фарлав пред ним и пред Людмилой Унок Руслана объявил Свой стыд и мрачное злодейство, Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства Был принят Карла во дворец, И, бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой Зайпировал в семье своей. Дела давно минувших дней, Преданья старины глубокой. Так, мира, житель равнодушный, На лоне праздной тишины, Я славил Лирую послушной Преданья темной старины. Я пел и забывал обиды, Слепого счастья и врагов, Измены ветреной Дориды И сплетни шумные глупцов. На крыльях вымыслоносимый Ум улетал за край земной, И между тем грозы незримой Сбиралась туча надо мной. Я погибал, святой хранитель Первоначальных бурных дней, О, дружба, нежный утешитель, Болезненной души моей. Ты умолила непогоду, Ты сердцу возвратила мир, Ты сохранила мне свободу, Кипящий младости кумир. Забытый светом и молвою, Далече от брегов Невы, Теперь я вижу пред собою Кавказа гордые головы. Над их вершинами крутыми, На скате каменных стремнин, Питаюсь чувствами немыми, И чудной прелестью картин, Природы дикой и угрюмой. Душа, как прежде, каждый час, Полна томительную думой, Но огонь поэзии погас. Ищу напрасно впечатлений, Она прошла, пора стихов, Пора любви, веселых снов, Пора сердечных вдохновений. Восторг в краткий день протек, И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений.